Всем привет! И сегодня день начинается не с того, как я еду на работу, а с того, как я еду в магазин. Магазин Harley Davidson. По пути к гаражу отвечу на вопрос. Вот это вот является ключом. Я его вешаю вечно на козырек, а в гараже стоит у меня Мерседес. Я что-то последние пару дней начал ставить наоборот, но мне так даже больше нравится. Сейчас вообще увидите прикол. Открываем машину, садимся. Заводим автомобиль. Он говорит, что мне нужно поменять сервис, но уже никакой ошибки про батарейку в ключе, потому что я ее только что поменял. Вы уже так много писали мне, что нужно поменять батарейку, что я прям вот наконец-то совершил это действие. Не упуская никакой возможности, снова проезжаю через мою кормилицу. Сегодня там ничего интересного нет. Ныне я буду мусорку снимать только тогда, когда там есть что-то интересное. Ну что, любители мотоциклов, дождались? Самое обидное, что я не самый лучший обзорщик для мотоциклов, потому что я в них вообще реально ничего не понимаю. Но я думаю, что что-нибудь интересненькое сегодня мы да и увидим. Никакой рекламы. Хорошо, у нас только съемка. Привет! Привет! Доходишь в магазин и тут сразу уже стоят такие красавцы в рядок. Один лучше другого. Красивые все, блестят. Я понимаю, что в магазине мотоциклов, особенно Харли Грецина, по-любому придется мне купить какой-то вам сувенир. Вы же меня съедите, если я не куплю. Сколько мотоциклов, но ни на одном из них нету цены. Чувствую, придется спрашивать у людей, сколько же стоит здесь мотоцикл. Вот так, смотрите, как много всего красиво. 107. Это, интересно, линейка или это сколько у него лошадиных сил у этого мотоцикла? 114. Поговорил с продавцом. На ни одном байке нету цены, потому что они хотят подобрать байк каждому покупателю индивидуально. То есть надо приходить и говорить, я хочу это, то. И они будут тогда начинать вам говорить цены на байк и сколько вам обойдется все в результате. Кстати, я узнал, что это такое. 114 это мощность мотоцикла, сколько кубических инчей. В общем, в нашей системе я не знаю, как это переводится. Но, в общем, я думаю, что это очень достаточно мощное. Самое интересное, что если вот видите, вон там в окне виднеется много мотоциклов, они pre-owned. Кто-то до этого владел этими мотоциклами и они каждое утро вывозят их снаружи. Каждый вечер, соответственно, заводят внутрь. И они, кстати, расширяются. В скором будущем, у них сказали, в трех милях отсюда будет здание побольше, где будет намного больше мотоциклов. И это будет там через полгода-год. Поэтому, если вам что-то здесь понравится и я что-то очень плохо описал, вы дадите мне знать и я схожу в новый магазин. Либо просто вернусь в этот же магазин и сниму вам снова и больше. И точнее. В общем, исправлю ошибку. Смотрите, я здесь хожу и не замечаю. А здесь, оказывается, есть что? Бесплатный кофе. Как это у Вова на канале без бесплатного кофе? Ну, это же не вариант. И у них есть все как положено. Даже Кример. Знаете, что самое интересное? Что со мной практически никто говорить не хочет. Потому что я не покупатель, а просто делаю обзор, какие здесь стоят мотоциклы. И мне интересно мне рассказывать, потому что я ничего не куплю. Ну, не считая того, что я куплю только вам сувенир. Ну, хоть что-то мне сказали. Вот эти вот три байка. Ценовой диапазон от 60 до 75 тысяч долларов. Ну, это, соответственно, до налогов. Но самое главное, говорит, почему нету цены ни на одном байке? Потому что самое главное и самое тяжелое в этом мире, во всяком случае, в мире мотоциклов, подобрать правильный байк под правильного пользователя. Когда ты приходишь только в магазин, то у тебя, в принципе, должно хватать день. Но я спросил, а вдруг меня чуть-чуть не хватает? И мне сказали, самое главное, чтобы мы нашли себе тот байк, который тебе реально нравится. А с ценой мы можем поиграть и сделать так, чтобы тебя хватило. Понятно, что им самое главное продать байк. Но больше всего, что они хотят, это подобрать именно тот байк, который подойдет вам. Смотрите, здесь даже есть второй этаж. Customer lunch. Чипы зашли, купили, посмотрели и ушли. Но я сюда поднялся для того, чтобы посмотреть этот мерчандайз. Merch. Давайте, вы по-любому спросите, сколько стоит какая-нибудь куртка, типа такой? 300 долларов. Foretec. Фирменные носочки Harley-Davidson. Сколько? 600 долларов. Это тот момент, когда обзор магазина мотоциклов переходит в обзор магазина с одеждой. В общем, я ходил, выбирал. Все, что я решил, что вот оригинальная эмблема Harley-Davidson. Я беру эту кепочку на розыгрыш и иду ее покупать. Если вы заядлый мотоциклист или просто хотите получить ее себе в подарок, условия, как всегда, очень простые. Вы просто идете, оставляете комментарий, лайките это видео и даете мне знать, что вы участвуете в конкурсе. После этого я проверю, являетесь ли вы моим подписчиком или нет. Если не являетесь, то кепка уйдет к другому. Кепочка куплена. Повторюсь еще раз. Комментарий, лайк и быть моим подписчиком. Хотя покажу вам мотоциклы. Смотрите, сколько их здесь много. И их здесь не хранят на улице. Все эти мотоциклы загоняют внутрь здания, как только приходит конец рабочего дня. Представляете, и это они делают каждый рабочий день. Вот это жесть. Их тут так много. Самое интересное, что они же, блин, еще и тяжелые. Зато на них, как вариант, будет цена. Смотрите. 9000 за 2006 год. О, тут можно походить, поснимать вам цены. Очередной красавец. Цвет просто мне очень нравится. 2015 год, 23892. Внушающие цены на внушающие мотоциклы. Как по мне, так мне нравится вот этот. Но, правда, на нем нет никакой цены. Наверное, он, как вариант, новый. Что самое интересное, на улице лежат ключи. И без вопросов никто не забирает. И так причем на нескольких мотоциклах. Я уже его видел. 2000 год. Harley Davidson Fat. Толстячок. Стоит 5991 доллар. Все эти мотоциклы стоят и ждут своего будущего владельца. Но пока что их просто таскают туда-обратно. Каждый день. Блин, мне нравится диск на этом мотоцикле. Так прикольно выглядит. Я и ваш подарочек идут обратно в Mercedes. И продолжать этот день. Блин, тут highway так шумит. Смотрите, там вдали стоят полицейские. А на Mercedes точно так же, как и на траке, я все никак не переклею вот эту вот наклеечку. А это очень хороший повод меня остановить. Поэтому не буду искушать судьбу. Возьму просто и переклею. Эта наклеечка мне пришла уже дня 4 назад. Эту надо снять. Сейчас еще плохо, что у нас настало прохладно. И наклеечки склеиваются не очень-то хорошо. Все-таки рано или поздно они склеиваются. Это старушечка. А это новенькая. Так, что она тут говорят? Надо отклеить. Самое главное еще ровно приклеить. Ровно, не ровно. Самое главное, чтобы теперь новое. И можно спокойно проезжать возле полицейских. Ничего не боясь. Пацаны, походу, на перекуре просто. Я подъезжаю к дому. И многие из вас говорят, Вова, съезди на городскую мусорку и поищи там по-любому много богатства. Чуть-чуть не доезжая до моего дома, прямо возле меня находится мусорка. Вот тут я неоднократно вас сюда возил, где люди выкидывают это добро. Самое интересное, чтобы туда заехать, нужно иметь билл. И просто так себе туда не запустят, чтобы копаться в мусоре, который выкидывают. Поэтому эта тема не работает. И будем всего лишь довольствоваться тем, что у меня есть в апартном комплексе. И мы добрались домой. Знаете, пока я ходил домой, долго думал, что же я буду есть на обед. И вспомнил, что я так давно хотел драников. И я уже все здесь подготовил. Все спрашивали, Вова, расскажи, что ты кладешь в драники. Я на самом деле люблю, чем меньше, тем лучше. То есть у меня будет только картошка и лук. На самом деле натирать вручную мне лень, поэтому я использую блендер. И как только все это превратится в пюре, то есть картошка с луком превратится в пюре, я туда добавлю ложку соли. И на этом больше, в принципе, я ничего больше в тесто не кладу. Много еще говорят, что нужно положить яйцо. Даже моя мама говорит, а почему ты не кладешь яйцо? И я не знаю, в моем рецепте каким-то боком, кроме лука и картошки, в драниках нет. Вся картошка не вместилась, поэтому придется немножко помучиться, чтобы вот это вот еще сюда впихать. Но я думаю, что в итоге все влезет. Вот теперь все перемололось. Можно спокойно добавить немножко соли. Тем временем я разогреваю чугунную сковородку. Ой, которая пищит. Я на глаз. Осталось дело за малым, добавить чуть-чуть масла. Кстати, я использую масло-авокадо, которое, как говорит моя мама, в Беларуси стоит 45 долларов. Ужас. И приготовить драники. Первый блин всегда может оказаться комом, но ничего страшного. Видите, какая немножко влажноватая картошка? Но я думаю, что даже с такой консистенцией я должен справиться. Муки я добавлять точно не буду. В общем, первый реально комом. Я много масла рыть не люблю, а на чугунные надо очень много масла. Поэтому я прибегну к простой сковородке, которая не так пригорает. Смотрите, здесь жарится все намного красивее, чем здесь. Здесь я из трех собрал один. Я знаю это назло, потому что я готовлю на видео, и все идет не так. О, тут совсем другое дело. Пока я решил дать чугунной сковородке второй шанс, даже не получившийся блин должен получиться вкусным. Я вам скажу, довольно неплохо. Смотрите, чугунная сковородка-то ожила. Совсем другое дело. Ой, тут я уже немножко переборщил. И тут подоспела вторая порция блинов. Скажем так, первое получившееся. Получилось очень неплохо. Я продолжаю готовить. С вами увидимся чуть позже. Пока готовится, только успевай себя. Сейчас, наевшись граников, и вообще, я думаю, наевшись на весь день, я приехал в Walmart выбирать себе свитер. Как вам такой свитер подойдет? Дело в том, что с 2011 года в Америке, да вообще уже не в Америке, нужно начинать сильно распространяться праздник, каждую третью пятницу декабря праздник уродливого свитера. Грубо говоря, я не знаю, начало подготовки к Рождеству, и завтра у меня будет тренировка, которая будет проходить в уродливых свитерах. Типа, это некрасивый. И я вот подумал, что я куплю себе вот такой. Он даже будет северкальский. И достаточно уродливый. Особенно для меня, наверное. На нем написано, разбудите меня для подарков. Это 16 долларов. И чтобы принять участие в завтрашней тренировке, такой желательно иметь. Ну, не именно такой же, а вот какой-нибудь, какой, по вашему мнению, достаточно уродливый. Осталось его только померить. Идти куда-то в примерочную мне лень. Поэтому буду мерить по месту. Я думаю, что этот свитер для меня самое то. Осталось запустить его. И все. И жизнь удалась. Ну что, как вам, нравится? Мне пойдет, я думаю. Так как работы сегодня нет. Ну, точнее, ее не то, что нет. Просто сегодня позвонили по объявлению и попросили работу сделать завтра. Завтра мы с Витей едем вешать 3 телевизора на стену. И нам должны будет заплатить приблизительно 360 долларов. А сейчас я зашел в магазин, который называется Bad Bath Ambient, потому что я хочу купить себе полочки в ванну. Вы можете спросить, зачем они мне нужны. Дело в том, что так как Даша периодически начинает перевозить всякие приблуды для мытья, у меня на ванне перестает хватать места. И поэтому нужно купить одну из вот таких вот штукенций, которая стоит почему-то здесь написано 99 долларов, что немножко дороговато. Но, как правило, по правилам маркетинга, чем ниже, тем дешевле. 49,99. Эти все раскупили, потому что должно было выглядеть вот так. Ну, раз нету тех, купим эти. 50 долларов. Ну, так как у меня есть скидочка в 20%, которая действительно вот-вот и закончится, я чувствую, что я куплю один из этих. Буду считать, что я сделал сам себе рождественский подарок. Что сейчас произошло? Помните, я вам показал полку, где написано было 49,99? Я пришел на кассу, и там была цена 69,99. И я начал говорить, что, слушайте, ребята, ни в каком случае там такой цены даже близко рядом не стояло, поэтому, пожалуйста, мне сделайте match the price. То есть подберите цену, которая была на полке, и давайте продавать. После чего я вместе с менеджером пошел, показал ему полку. И он согласился, что они меня, грубо говоря, скажем так, обманули. Но не то, что обманули, это является запутыванием покупателя. Я думал, что она 50, а они продают ее за 80, поэтому они быстренько исправили ситуацию и сделали цену ниже, чтобы я был только лишь доволен. В итоге эта штука обошлась мне в 43 доллара 50 центов. Я помню, когда такая ситуация проходила со мной, когда я жил в России, когда я учился в России, и просто все, что делали, сказали, ну не нравится, не берите. Здесь такое сказать сильно не могут. Проходи, проходи, мужик. Парень, походу, в такт музыки снова набивает. В наушниках слушает музло и набивает. Ну, то, что я приехал в магазин, вы уже поняли. А зачем я сюда приехал? Вы сейчас будете смеяться. Дело в том, что по пути назад домой меня начало всего трясти, потому что я не могу понять, насколько нормальный сегодня получится ролик. То есть я вот снимаю целый день, и вот что-то как-то не получается, или что-то не идет. И я переживаю, чтобы он получился нормально. Вы видите, что я пытаюсь стараться каждый день сделать интересный ролик, но это не всегда получается. Поэтому сейчас я, грубо говоря, чтобы поддержать свой иммунитет счастья, возьму какого-нибудь сладкого, повыше уровень сахара в крови до максимального уровня, и каким-нибудь боком склею это видео. Надеюсь, что в итоге оно хотя бы выйдет нормально. И я буду очень стараться. В общем, я возьму чизкейк. Какой-нибудь шоколадный и клубничный, и немножко заварных. Я думаю, что для счастья этого должно хватить. Но мне же надо не для полного счастья, а всего лишь чтобы поддержать. Ну и что вы думаете? Времени сейчас 22.04. И я склеил уже все видео. И забыл о том, что я не завершил это видео. Мало того, что не завершил это видео. У меня до сих пор в Мерседесе лежит та полочка, которую я купил ванну. Поэтому сейчас я иду ее забирать. Но сначала я, наверное, запаркую Мерседес в гараж. И пойду-ка установлю эту полочку. Но сегодня я уже думаю, что без вас. Спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями. И увидимся завтра. Пока. И на этом, наверное... И на этом обычно мне вот... Можно спокойно добра... Можно спокойно добавить немножко... Завтра мы с Витей едем по... Завтра мы с Витей едем весь... Завтра мы с Витей едем вешать 3 телевизора.